друзья привет всем сегодня будет видео из семинара только полезный контент на моем канале вообще минимум развлечений максимум пользы и так перед тем как мы начнем я хочу вам порекомендовать две книги первая книга это величайший секрет как делать деньги эту книгу я читал давно еще когда жил на съемной квартире просто у меня каждая книга понимаете ассоциируется с воспоминаниями я думаю вас тоже и вторая книга это сила подсознания или как изменить жизнь за 4 недели джо диспенза и и написал а первая книга величайший секрет как делать деньги написал ее джо виталий вторую книгу я прочел не знаем где-то может год назад относительно недавно почему я вам советую две эти книги потому что я сейчас иду на семинар к этим двум людям в киев приезжает джо виталий и джо диспенза и вот эти вот две книги я прочел только по одной книге этих авторов и эти книги на меня произвели большое впечатление и поэтому я сразу как узнал что они приезжают в киев сразу же сказал что пойду к ним на семинар первая книга величайший секрет как делать деньги она очень простая книга она подойдет каждому она подойдет даже ребенку там все очень просто написано знаете ребята что я заметил в тот момент когда я начинал путь к успеху мне попадались простые книги самый богатый человек в вавилоне богатый папа бедный папа дума и богатей наполеона хила бода шефера книги мани или азбука денег секрет миллионера и вот мне попалась эта книга величайший секрет как делать деньги это очень простые книги вот эти вот книги я советую ребята каждому кстати в описании я оставлю ссылку на видео в котором перечислил все свои книги вы просто меня очень часто спрашиваете какие книги я прочел какие книги мне помогли добиться успеха и вот когда я развивался я начинал читать уже книги посложнее это диспензу это стивена кови 7 навыков высокоэффективных людей не очень простая книга потому что вначале я вот быстро знаете по ней пробежался а потом уже начал читать вдумчиво начал конспектировать и так вторая книга сила подсознания или как изменить жизнь за четыре недели эта книга вот как раз знаете для кого для скептиков для скептиков которые не верят в силу мысли потому что джонни спенза научно это все показал как работает сила в этой книге много примеров много экспериментов и вы должны понимать что сила мысли она работает сила мысли это волны это волны такие же не знаю как волны вайфая да почему люди нормально относятся к вайфаю да когда ты смотришь блин маленькую коробочку да и ты можешь общаться с человеком который на другом конце мира без проводов ты можешь общаться с человеком и видеть человека настоящее время ты можешь ним общаться но ребят разве это не маги все в это верят потому что да это реальность а если я бы вам сказал такой 50 лет назад вы бы не поверили вы сказали что я какой-то блин идиот что такого быть не может но сейчас это реальность также и работает сила мысли человек думает и идут такие же волны он думает о чем-то и притягивает это все работой также блин как интернет так начинается дождь я переместился под дерево смотрите в этой книге даже есть эксперимент когда одна команда кидает мяч баскетбольный в корзину обычным способом до кидают руками а вторая команда ничего не делает просто мысленно до мысленно бросает мяч в корзину и на финальный эксперимент собрали этих ребят и как вы думаете какие они показали результаты обе команды стали бросать лучше на 20 процентов та команда которая тренировалась начала бросать лучше которая бросала мяч руками и та команда которая бросала мяч мысленно она тоже улучшила свои навыки ребята так что это работает всем советую эту книгу сила подсознания или как изменить жизнь за 4 недели еще ребята из этого семинара я вам покажу вот сейчас интересные моменты вы ничего нового для себя в принципе не узнаете все то что я вам рассказываю это работает сила мысли благодарность ребята все очень просто понимаете многие слушают это и говорят ну да классно я это знаю так какого хрена блин ты не изменишь свою жизнь ребята многие из нас усложняет эту жизнь не нужно усложнять все очень просто если вы будете просто относиться все у вас будет получаться если вы будете мыслить позитивно вы будете притягивать позитив если вы будете страдать вы будете притягивать только страдания но это же все понятно так друзья только что выступил джо витали сейчас я вам покажу один интересный момент как он пользуется благодарностью и как благодарность помогла ему жизни в принципе ничего нового я для себя не узнал но каждый раз когда я присутствую на таких семинарах во первых только что я познакомился с человеком который за пять месяцев заработал миллион то есть на таких семинарах первое это окружение а второе когда все спикеры со сцены говорят там о благодарности о силе мысли ты понимаешь что это большая сила что это все работает и поэтому нужно ходить чтобы быть в этом чтобы повторять это понимаете еще друзья очень важная деталь если вы сейчас находитесь в очень тяжелом положении вот если у вас прям все плохо если у вас не за что купить еду не за что купить одежду если у вас там негде жить вы в очень тяжелом положении знаете вам лучше всего лучше всего потому что у вас есть очень сильное желание измениться это желание намного выше чем у людей у которых все нормально вот самое тяжелое состояние кстати запомните это когда все хорошо как бы не все плохо но и не все хорошо понимаете в этом состоянии человек пассивен он вообще ничего не хочет делать он не хочет рисковать потому что у него вот что то есть знаете что он боится потерять и он не хочет стараться он не хочет рисковать чтобы получить больше этот человек находится в очень опасной зоне комфорта очень опасно он не хочет рисковать он не хочет ничего делать потому что вот есть у него определенный уровень который его устраивает. При таком уровне очень тяжело добиться успеха. Вот, когда вам очень тяжело, когда вы понимаете, все, я так больше жить не хочу. Все, мне это все надоело. У вас есть сильное желание, у вас большая боль. И вот тогда вы меняетесь. Тогда вы жадно читаете книги. Тогда вы посещаете семинары. Тогда вы просто, не знаю, просто рвете, понимаете, потому что вы нацелены на успех. Потому что у вас нет другого выбора. Потому что вы начали любить это вам надоело жить в дерьме и вы полюбили развитие вы полюбили роз и вы уверенно идете к мечте а сейчас давайте смотреть историю джо витале про благодарность мне на столе был карандаш обычный дешевый инструмент для письма я взял карандаш и сказал себе я могу быть благодарным за карандаш но на самом деле я не был благодарен я был мошенничал я был скептическим я при этом все равно был настроен скептически я знал что этот карандаш ничего не изменит я просто пытался играть в игру поэтому я сказал себе хорошо я благодарен за карандаш и ни на секунду в это не верил но я подумал этим карандашом я могу написать стихотворение я могу написать список покупок я могу написать предсмертную записку я могу написать пьесу книгу любовное письмо тут как-то вот я начал чувствовать вдохновение я могу написать песню я могу написать великый американский роман я могу написать нечто что изменит жизнь людей навсегда и каждый раз когда рассказываю эту историю мои вибрации повышаются я начал думать что карандаш это генеральное разобретение меня поразила мощь этого карандаша потом я его перевернул и увидел на конце резинку я думаю о мой гад, мы думали о том боже мой, ну какой гений это придумал теперь я могу стереть свою предметную записку я могу исправить ошибки в моем новом я могу исправить ошибки своего романа я могу переписать песню я могу переписать песню кто это изобрел то есть я полностью изменил свое отношение от скептицизма и я действительно почувствовал благодарность и в этот момент моя жизнь начала меняться поэтому пожалуйста остановитесь и задумайтесь когда я взял грудь и карандаш я не чувствовал благодарность у меня не было денег я был абсолютно неизвестен но когда я взял грудь и карандаш и почувствовал благодарность я по-прежнему был без денег и по-прежнему был безвестным Но мои вибрации просто зашкаливали. Моя благодарность была неимоверной. И моя признательность к жизни за жизнь была уже безгранична. В тот самый момент я начал создавать для себя новую реальность. Меня начали создавать. Моя первая книга вышла в 1984 году. И я начал практику благодарности. И я начал чаще использовать практику благодарности. Сегодня я этот прием использую каждый день. И вы прямо сейчас можете попробовать эту практику благодарности прямо на том месте, где вы сидите. Вы можете взять бутылку воды и подумать, почему вы можете поблагодарить за нее. Я вижу, что практически у каждого есть смартфон. Телефоны, мобильные телефоны, это просто чудо. Это какое-то волшебство на нашем времени. И вы можете взять в руки телефон и подумать, почему вы благодарны за то, что имеете телефон. И вы можете это делать в любом месте, в любое время и по отношению к любому предмету. Вам просто надо принять решение, что вы хотите найти что-то, за что можете быть благодарны. Я хочу вам сказать, что вся вот эта концепция, что нет ничего невозможного, она абсолютно реальна. Когда вы понимаете, что в этом-то и заключается чудо, когда вы понимаете, что благодарность – это дверь, которая ведет к чуду, и вы можете использовать абсолютно любой предмет, чтобы начать, благодарить. Вы можете прямо сейчас изменить свою жизнь навсегда. Вы можете прямо сейчас изменить свою жизнь навсегда. Так же, Виталий подписывает нам книги. Для нас, Анне и Тарасскому писать? Да не, пусть просто будет. Может, разыграем ее, еще две. Итак, друзья, семинар закончился. Я взял у Джо Витали и у Джо Диспензе автографы. Вот, Джо Диспензе расписался на книге «Сила подсознания» или «Как изменить жизнь за 4 недели». А вот книги Джо Витали, которые на меня повлияло, «Величайший секрет, как делать деньги» не было. Поэтому я купил книгу «Разбуди в себе миллионера». Я эту книгу не читал. Автограф получил. Так что, я думаю, эту книгу можно разыграть. Когда-нибудь я ее разыграю. Итак, друзья, я опять на этой конференции встретил своего подписчика. Очень приятно, что вот я собираю такую правильную думающую аудиторию. Был пару дней назад на семинаре «Лаборатория онлайн-бизнеса» и там встретил подписчика. И оба работают волонтерами, то есть бесплатно помогают, занимаются организацией и присутствуют на семинаре и развиваются. Очень приятно. Вот где я могу встретить своих подписчиков? Только на семинаре. Ребята, это реально очень круто. Спасибо вам, что вы такие и умные, адекватные, блин, люди. С ними приятно общаться. Грамотные. Вот я хотел себя окружить такими людьми. Я хотел, чтобы у меня такая была аудитория. Это я и получил. Спасибо еще раз вам. Хочу вас всех поблагодарить, ребята, за просмотр, за поддержку. Огромное вам спасибо, что цените такие видео. Знаете, что я хотел? Я хотел и хочу, я хочу создать школу. Вот делюсь с вами своими мечтами. Хочу создать продукт, чтобы он изменил жизни людей. Вообще я хотел создать школу. Школу для детей, чтобы родители отдавали туда своих детей. И там их учили правильным вещам. Чтобы дети читали правильные книги. Чтобы уже с детства у них формировалось, можно сказать, правильное мышление. И вот знаете, я так подумал, а мой канал, это и есть та самая школа. Это школа для молодежи. Для подросткового поколения. Я не знаю. Школьники благодаря моему каналу закидывают доту и начинают читать книги. Блин, вы не представляете, насколько это приятно. И вот когда я вижу, как меняются люди, когда я вижу вашу поддержку, ребята. Это во мне, не знаю, зажигает такой огонь. И это заставляет меня двигаться дальше и давать вам еще больше пользы. Спасибо вам огромное. Так что мой канал, это мотивация. На моем канале, и польза. На моем канале, блин, да 90% мотивации. 90% полезного контента. Только тот контент, который меняет мышление. По правилам Ютуба такой контент не заходит. Потому что в Ютубе, вы знаете, должно быть 70% развлекательного контента и только 30% полезного контента. Да у меня же наоборот. У меня 80%, 90% полезного контента, 90% мотивации. Мало просмотров. Но зато какая у меня крутая аудитория. И я реально, ребята, кайфую от этого. Вы не представляете, сколько это труда. Вот сейчас мы начали переводить заграничные видео. И чтобы вот передать ту атмосферу, вот нужно столько работать над видео. С Робертом Киосаки мы работали 18 дней. Три дня у меня ушло на звук, чтобы вот полностью передать атмосферу. Три дня у меня ушло на перевод. Очень сильно я запариваюсь с переводом. Потому что вот американцы говорят по-другому. Нужно перевести на наш понятный язык. Нужно сказать так, как говорят у нас. И не нужно говорить, это видео уже переводили. Я все равно перевожу по-своему. Я очень долго сижу над текстом. Там есть некоторые слова, которые нужно заменять. Вот у нас так не говорят. Если бы я перевел с чистого английского, вы бы ничего не поняли. Я не смотрю, есть ли эти видео уже на ютубе или нет этих видео. Если видос реально стоящий, если этот видос цепляет, если этот видос очень полезный, я буду его переводить для вас. Так, буду заканчивать. Любимая на фоне тоже снимает для вас влог семинара. Ну что, друзья, обязательно прочтите эти две книги. Подписывайтесь на все мои каналы. Канал по мотивации, канал с советами. Ребята, только польза. Кто хочет посмотреть весь мой путь к успеху, он есть на канале по мотивации. Вы сможете проследить, как я развивался, как менялось мое мышление. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Обязательно, обязательно, обязательно подписывайтесь на канал. И поставьте этому видео лайк. Всех люблю, целую. Только удача, только успех, только развитие. Всем пока. Поэтому, если человек живет в одних и тех же эмоциях, каждый день. Они просыпаются утром и ничего пока не чувствуют. А потом, раз, 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 дай-ка про проблемы подумать. А потом, а, ну-ка, ну все, это снова я. Все, готов начинать свой день. И если эти эмоции тебя определяют, как вы думаете. И эти мысли создают то же самое ощущение эмоционально. И мозг проверяет, что вы чувствуете. Ну да, очень несчастная. И тогда вы думаете больше, в соответствии с тем, как вы чувствуете. И создаете больше химического ощущения несчастья. И тогда вы начинаете думать еще больше мыслей, связанных с этими ощущениями. Вот тогда бетля запускается. Потому что именно повторение мыслей и чувств, чувства мыслей, Conditions the body to become the mind of that emotion. And the body is the unconscious mind. Is believing it's living in the same past experience. Оно верит, что живет в том самом опыте прошлого. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. 365 дней в неделю. И со временем, этот процесс обусловленности Conditions the body to become the mind of that emotion. Приучает тело самому стать разумом, в котором живет эта эмоция. And now the body literally is in the past. И теперь ваше тело в буквальном смысле находится в прошлом. And you can't create a new future. И вы даже не можете создать свое новое будущее. Holding on to the emotions of the past. Привязывая себя к эмоциям прошлого. And I don't care, you could say all the affirmations you want. I'm happy, I'm happy, I'm happy. I'm happy, I'm happy. I'm healthy, I'm healthy, I'm healthy. I'm wealthy, I'm wealthy, I'm wealthy. Богат, богат, богат. And your body is saying, no you're not, no you're not, no you're not. А тело говорит, не, 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 не. Because mind and body are in opposition. Потому что ваш разум не согласован с вашим телом. So that the work и работа of change, изменений, in order for you to change, для того, чтобы вы могли измениться, you have to be greater than your body. Вы должны стать чем-то больше, чем ваше тело. Greater than the body as the mind. Больше, чем тело, своим разумом. And it takes work. И для этого требуется много работы. And it takes awareness. И осознанность. And it takes energy. И энергии. And if you keep overcoming some aspect of yourself in the past, какие-то аспекты, которые связаны с вашим прошлым, you will become somebody else in your future. Вот тогда вы станете кем-то другим в будущем. So that now, most people, once they get in touch with the emotions of their past, and they feel familiar, like they always do, and where эти эмоции чувствуются очень знакомы, ну, как обычные. Now they're craving the predictable future. Вот теперь они хотят, чтобы не было очень предсказуемое будущее. So people wake up now. And вот эти просыпаются. They get in touch with your feelings and emotions of the past. Соединяются с эмоциями, чувствами из прошлого. They're connected to memory to the past. Соединяются с воспоминаниями из прошлого. And now they go through a series of routine behaviors. И начинают проходить сквозь набор привычных стратегий поведения. The same exact thing they did yesterday. So what does everybody do after they wake up in the morning? Come on, you all do it. Так и что все делают просыпаясь утром? Вы все так делаете. Что делаете? You reach and you grab your cell phone. Тянетесь к телефону. Then you check your WhatsApp. Проверяете WhatsApp. Then you check your texts. СМСки. Then you check your Instagram. Потом Инстаграм. Then you have to check Facebook. А потом, ну, понятно, на Facebook наоборот. Then you take a picture of your feet. You post it on Facebook. Естественно, фотографируете еду и постите в Facebook. And then you have to go to your e-mails. А потом e-mail надо проверить. And then your other e-mails. А потом есть еще e-mail. Then you have to check the news. Но потом новости надо почитать. And now you're connected to everything known in your life. И теперь вы снова соединены со всем, что вы знаете о своей жизни. And then people get out of bed on the same time. И люди встают с кровати с той же стороны. They stretch in the same way. И все равно под тем же утром прозвать утром. They pet the cat the way they always do. Глазят кота, как обычно. And then they have the thought. А потом приходит мысль. Of the toilet. Про туалет. And their body follows their mind. Right to the toilet. И тело прям как сверят за разумом. Прямо до туалета. They get to the toilet. They do their routine. They get to the toilet. Потом дойдет до туалета, обычная рутина по утрам. And then they have the thought of the coffee maker. И им приходит мысль про кофевар. And their body follows their mind. Right to the coffee maker. И тело следует за разумом. Прямо до кофевар. They go through the series of behaviors again. Они опять проходят через определенные стратегии поведения. И они опять проходят через определенные стратегии поведения. Переживают этот опыт. И они чувствуют себя лучше. И теперь у них появляется мысль про душ. И их тело следует за разумом. Right to the shower. Прямо в душ. They go through their series of moves the way they always do. Они проходят через те же движения, которые обычно делают. They come out of the shower. Выходят из душа. And they have a creative thought of what they're going to wear. И им приходит творческая мысль. Шар на деть. And then they're dressed. Они одеваются. And then they go into the kitchen. Они идут в кухню. They sit in the same seat. Садятся на тот же стул. They have the same bowl of cereal. Опять у них та же самая овсянка. They have their computer here. Здесь лоток. The TV here. Телевизор включен. And now they're eating with the same spoon. И если едят той же ложкой, таким же образом. They're not conscious of any of this. Они даже ничего из этого не осознают. Then they drive to work. И идут на работу. And they get angry at the traffic. Естественно, злятся, когда застревает пробка. They get to work and they do all the things they've memorized and can do so well. They go home and watch their favorite television show. Eat the same food. Call their sister and complain to them. Because you gotta complain to somebody. And then you get ready for bed and go to sleep. You wake up the next morning. And here we go again. And in fact, you can take your yesterday. And set it on your tomorrow. Yes or no. And you know what that's called? Знаете, как это называется? That's called karma. That's karma. Karma. Вот это и есть карма. There's no unseen hand doing it to you. Это никто, что никакая рука не делает это с вами. You've lost your free will to the program. Вы потеряли свою свободную волю, запутавшись в этой программе. And your body is dragging you into the projectable future. Втягивает вас в это предсказуемое будущее. Базируясь на том, что вы делали в прошлом. And most people. И большая часть людей. Are now headed for a genetic destiny. Они уже следуют своей генетически предопределенной судьбе. Потому что они снова хотят того же, что раньше. Of the familiar past. Знакомого прошлого. Or the predictable future. And the more the body is on autopilot. Чем больше ваше тело наступилось. In the habit. The more people lose their free will to a bunch of programs. And the body which has been habituated and conditioned to being a mind. Is dragging them into a future. A predictable future. So if you're not being defined by a vision of the future. And you come back to your senses every morning. And you see the same people. And you go to the same places. You do the exact same thing at the exact same time every day. It's no longer that your personality is creating your personal reality. Это уже больше не ваша личность создаёт вашу личную реальность. Now your personal reality is creating your personality. Теперь ваша окружающая реальность создаёт вашу личность. Because your environment is controlling your feelings and your thoughts. Потому что ваша среда контролирует, что вы чувствуете и думаете. Because every person that you know. Каждый, кого вы знаете. Every place that you know. Каждое место, где вы были. Every object or thing that you know. Каждый объект или вещь, который вы знаете. Has a neurological network in your brain. И у неё есть своя нейросеть в вашу мозгу. And every single one of those elements. И абсолютно все из этих элементов. In your known familiar environment. В вашем знакомом привычном окружении. Has an emotion associated with them. С ними связаны определенные эмоции. So when you see your boss. И когда вы видите начальника. When you see your co-worker. Коллегу. When you get in your car. Садитесь в машину. You drive to a place. Едете куда-то. It's your environment. Именно среда. That's controlling how you think. Контролирует, что вы думаете и чувствуете. So then in order for you to change. Для того, чтобы измениться. You have to be greater than your environment. Вам нужно стать больше, чем ваша среда. Greater than the circumstances in your life. Больше, чем обстоятельства вашей жизни. Greater than the conditions in your world. Больше, чем то, что определяет вас в этом мире. And every great person in history understood this. И каждый великий человек в истории человечества это понимал. So then to change. И чтобы измениться. Is to be greater than your environment. Нужно стать больше, чем среда, которая вас окружает. To be greater than your body. Больше, чем свое тело. And to be greater than time. Больше, чем время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова